Здравствуйте! В эфире новости «Наш день» в студии Мария Денисенко. И сначала коротко о главных темах выпуска. Ни хвоста, ни чешуи. Сахалинские пограничники вышли в рейд против браконьеров. В любом случае говорят, что сеть не наша. Мы ее нашли или привезли на берег, чтобы высушить, посушить. Больше шансов победить рак. В областном центре открылось новое хирургическое отделение. Уже успели оценить. Качество оборудования провели первую операцию. Правда, под местной анестезией все очень понравилось. Вторая страница дневника. Начинаем знакомство с участниками гастрономического фестиваля «Вкус на высоте». То есть это барбекю-пати. В нашем понимании это жареное мясо, свежий воздух, чистое небо. Травмы вплоть до переломов и сгоревшие двигатели. Участники мотосоревнований «No place to run» в классе «Хард эндуро» отметили повышенную сложность трасс. Замечательный исполнитель, заслуженный артист России, музыкант, почетный гражданин Сахалинского Невельска. Скрипач Дмитрий Коган ушел из жизни. Ему было всего 38 лет. Островная публика особенно тепло относится к его таланту. Впервые в Южно-Сахалинске он выступил в 2003 году. Затем стал куратором фестиваля «Дни высокой музыки». Давал благотворительные концерты в помощь пострадавшему от землетрясения в Невельске в 2007. Дмитрий Коган виртуозно владел скрипкой и дал сахалинцам возможность услышать звучание легендарных инструментов – гварнери и страдивари. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжаем выпуск. В областном центре открыли новое хирургическое отделение. Там будут оказывать медицинскую помощь пациентам с онкологией. Для этого там установили самое современное оборудование. Оно стоит более 250 миллионов рублей. Для сахалинцев это знаковый объект. То, что дает надежду на исцеление и жизнь. И вот сегодня можно наконец перерезать красную ленточку хирургического корпуса областного онкологического диспансера. Внутри находится все самое новое и в своем роде уникальное. Эти операционные, они созданы по всем стандартам, которые существуют в мире. Прежде всего это начинается как зона стерилизации, ламинарные потоки, которые обеспечивают безопасность само проведение операции, связанной с распространением или попаданием инфекции на операционное поле. Операции подобного уровня можно сравнить с работой ювелира. Это оборудование обеспечивает для врачей и онкологов максимальный комфорт. Специальные лампы не дают теней. Здесь же установлены камеры, по которым можно в особо сложных случаях прямо во время операции провести консультацию с коллегами из других клиник. Уже успели оценить качество оборудования. Провели первую операцию, правда, под местной анестезией. Все очень понравилось, все очень удобно, функционально и хорошо. Я думаю, что для молодых специалистов здесь огромное будущее, хорошие перспективы, вся самая современная аппаратура для обучения и работы. В новом здании расположены лаборатории и диагностическое отделение. Новый томограф делает 125 срезов за один оборот. Такой мощности аппаратов на Сахалине больше нет. Весь третий этаж занимает операционный блок. Для всех, кто страдает онкологическими заболеваниями различной степени, это действительно спасение, путевка в жизнь и возможность человеку решить эти проблемы. Здесь, на самом современном оборудовании, могу сказать, он ничем не отличается от лучших зарубежных клиник, от лучших клиник Российской Федерации. Хирургический корпус построен на средства бюджета Сахалинской области. Только за один год островные онкологи планируют провести в новых стенах не менее 4000 операций самого разного профиля, в том числе малоинвазивные. В субботу 2 сентября в России отметят окончание Второй мировой войны. Это историческая дата для сахалинцев и курильчан особенная. В этот же день закончились и бои с японцами, острова были освобождены. Накануне торжества в областном центре раздавали информационные листовки о военных действиях 1945 года. К ним прилагали новый символ 2 сентября – муаровую ленточку. Она появилась по инициативе сахалинских ветеранов войны и участников боев на островах. Новая трехцветная лента получила название «Дальневосточная победа». По цветам эта ленточка совпадает полностью с цветами муаровой ленты, которая была на колодке медали, которую вручали ветеранам за победу над Японией. Учердена она была как раз в конце сентября 1945 года. И более миллиона ветеранов являются ее достойными обладателями. 9 мая – это победа только над Германией. Да, война ведь не закончилась на этом. Она еще продолжалась. Еще сотни тысяч людей погибли. Так что это дата святая, конечно. Я не помню. Слеп тех, кто отдал свою жизнь. Получить муаровую ленту можно будет и 2 сентября на площади Победы перед парадом, генеральная репетиция которого состоялась вечером в среду. Парадные расчеты и колонны боевой техники в пробном режиме стартовали от площади Славы по улице Горького в 19 часов. Платить за коммуналку меньше. Большую субсидию на оплату электроэнергии, отопления, воды и текущего содержания домов могут сахалинцы, у которых сумма в квитанции превышает допустимую законным норму. О том, как оформить льготу, расскажем в следующем сюжете. Марина Николаевна после смерти мужа офицера российской армии много лет не знала, что может рассчитывать на какие-либо государственные льготы. За это время тарифы по коммунальным платежам возросли. Ее пенсии с трудом хватало на жизнь. Оплата по коммунальным услугам к тому времени уже составляла более 7 тысяч рублей. Сегодня Марина Маркова – постоянный получатель субсидии уже 4 года. У меня двухкомнатная квартира, а мне выплачивают субсидию 3 тысячи. А за год это вообще большая сумма набегает. Поэтому я очень довольна. Это мне большая помощь, поскольку жизнь сейчас трудная и жить очень тяжело. Особенно женщинам, которые остались без поддержки супруга. Федеральный закон о социальной поддержке граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг действует в стране уже 11-й год. Субсидия предоставляется и тем, кто проживает в государственных или муниципальных квартирах, и владельцам приватизированного жилья. Учитывается все члены семьи с постоянной регистрацией по данному месту жительства. Важное условие для получателей. В момент обращения в органы соцзащиты у семьи не должно быть долгов по коммунальным услугам. Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. По истечению данного срока граждане предоставляют квитанции за жилищно-коммунальные услуги и делают суперасчет по фактическому потреблению. На сегодняшний день в Сахалинской области данной мере социальной поддержки уже воспользовалось 19,5 тысяч человек. На 183 миллиона средств выплачено. Для того, чтобы получить данную меру социальной поддержки, необходимо обратиться в органы социальной защиты по месту жительства. Средства на субсидии, на оплату жилья и коммунальных услуг выделяются из областного бюджета. Обратный отчет пошел. Десять дней осталось до старта первого гастрономического фестиваля «Вкус на высоте». Участники дорабатывают уникальные рецепты. В первую очередь дегустируют сами, чтобы действительно удивить гостей на склонах горного воздуха. Мы открываем вторую страницу нашего дневника, начинаем знакомство с участниками гастрономического фестиваля «Вкус на высоте». Здесь, на верхней площадке горного воздуха, будет развернута барбекю-пати. Татьяна, добрый день. Добрый день. Чем будете удивлять гостей? В этот день мы, наши гостей, будем удивлять рулетиками свинины, куриным шашлыком и ароматным пловом. Также изюминкой нашего кафе станет сахалинский шашлычок из трески. Татьяна, а вот в каком формате это будет проходить? То есть это будет в заведении или же под открытым небом? Данный формат предполагает под собой открытое пространство. То есть у нас же вкус на высоте. То есть это высота, это простор. Барбекю-пати, в нашем понимании, это жареное мясо, свежий воздух, чистое небо. Блюдо, насколько я понимаю, которое вы разработали специально для фестиваля, оно новое. Его в вашем заведении раньше не было. На самом деле мы никогда не делали шашлык из трески. То есть мы его сейчас придумали именно для гастрономического фестиваля, потому что это сахалин. Треска у нас морская рыба, которая идеально подходит для шашлыка. Мы будем подавать ее со специальным соусом, с секретными ингредиентами и свежими овощами. Десятки разнообразных блюд можно будет попробовать на первом гастрономическом фестивале вкус на высоте. Уникальные рецепты – это игровоображение островных магов кулинарии. Условие одно – готовят они из того, что растет, плавает или бегает на сахалине. Цель – развитие гастрономического туризма. Так, но с едой-то на площадке проблем не будет. А вот пледы и, к примеру, походные стульчики организаторы советуют захватить гостям. Мы подготовим склон горы Большевик, трассу Запад именно, чтобы это был живой амфитеатр, чтобы люди действительно комфортно располагались, наслаждались мероприятием, наслаждались погодой, наслаждались общением друг с другом. Организатором фестиваля выступает агентство по туризму Сахалинской области. Самая зрелищная его часть пройдет 10 сентября на горном воздухе. Дабы избежать транспортного коллапса, гостям советуют воспользоваться специальным автобусом, чтобы добраться до нижней станции. И подъемниками они будут работать по сниженным ценам. Эфир продолжает рубрика «Точка отчета». И на этот раз наша съемочная группа отправилась вместе с пограничниками в рейд против браконьеров. Лосося нет. Это легальный рыболовецкий стан на реке Найбе. Мужчины пару дней назад вернулись с севера. Там за месяц они поймали только 80 тонн. Хотя разрешение было на все 3000. Сейчас они готовят лодки к спуску на воду в надежде хоть на какой-то улов. А мы тем временем отправляемся на побережье Охотского моря. Первая проверка недалеко от моста. Обычно браконьеры свои сети притапливают так, чтобы их не было видно с берега. Но пограничники уже прекрасно знают все излюбленные места незаконных ловцов. Кстати, самих виновников этого рейда на побережье не видно. За действиями инспекторов наблюдают с дороги. Благодаря сарафанному радио браконьерам вовремя удалось скрыться. Свою машину они бросили прямо на побережье. Но нам без труда удалось найти их улов. Мешок источает достаточно специфический запах. Внутри, разумеется, рыба. Правда, улов не такой уж и большой. Всего пять хвостов киты. Следующая точка – уси небольшой реки. Помахав на прощание рукой, рыбаки уезжают. Досматривать машину пограничники без веских на то причин не имеют права. Их цель на данный момент – изъять сети, предотвратить ущерб природе. Для браконьеров это уже немалый урон. Одна такая сеть стоит около пяти тысяч рублей. Столько же каждому рыбаку выпишут штраф, если, конечно, поймают с поличным. В любом случае говорят, что сеть не наша. Мы ее нашли или привезли на берег, чтобы высушить, посушить. Мы используем видео-фотофиксацию, с помощью которой в последующем административное дело возбуждается. Перегораживать сетью реку – моветон даже для браконьеров. Но здесь жажда наживы победила все рамки приличия и здравый смысл. Впрочем, ни один из так называемых «отдыхающих» на берегу не признался в причастности. Хотя люди не скрывали своего расстройства. Пограничников они видеть совсем не рады. Конечно, обидно. Рыбы не можем даже поймать для себя. Они снимают, каждый день сетки забирают. Только за август сотрудники пограничного управления изъяли 7 тысяч сетей и задержали 12 преступных групп. Более 3,5 тысяч рыб отпустили в море. Вот только не факт, что израненной леской рыбе предстоит долгая и счастливая жизнь. Нерадужные перспективы и у браконьеров. За свою деятельность они рискуют провести 5 лет в местах не столь отдаленных. Некуда бежать с более 200 километров. По лесным тропам и сопкам проехали участники мотосоревнований в классе эндуро. Гонка на выживание длилась 3 дня. Попробовать себя на трассах повышенной сложности приехали участники с Курил, Камчатки, Хабаровска, Урала и Крыма. В их число впервые вошла девушка. Я Глушков Константин. Являюсь одним из организаторов экстрим-эндуро. Наша гонка называется No Place to Run. Она проходит в трехдневный временной промежуток. И состоит из состязаний на эндуро-стадионе и двух внедорожных дней. У нас появился наконец-таки эндуро-стадион. Где можно тренироваться. Все это благодаря Центру технических видов спорта. Чем в этом году разбавились элементы? Раньше люди переезжали бревно по колено. В этом году именно бревна были по пояс. То есть это прям на порядок тяжелее. Появились плиты бетонные, которые в человеческий рост. С небольшим угоном. То есть тоже это элемент шоу, который даже не на каждой соревнованиях мировых это есть. Здесь люди показали уровень свой, что они смогли заехать. И зрители это видели воочию, что нет предела совершенства, можно расти. Парни поняли, что и проехав одно бревно в лесу, это ничего не означает. Ты должен проехать это бревно на эндуро-стадионе 10 раз. И в течение 10 минут. Поэтому все понравилось, особенно зрителям. Все прошло очень шикарно. На самом деле это шоу. Все остальное, все последующие два дня, это огромная работа над собой, над своими нервами. Над преодолением себя, перейти через себя, переступить через свою боль. Потому что человек на мотоцикле будет находиться от 6 до 10 часов. Это очень огромная работа. В первый день было порядка 120 километров внедорожного пути. И они помещали в себя подъемы и спуски. Подъемы, я вам скажу, были очень сложные. Очень много спецучастков, где реально человеку даже пешком сложно идти. А спортсмены поднимались туда на мотоциклах. И не у всех все получалось. Потому что техника езды всегда обновляется. И ты не можешь сказать полностью, что я готов к каким-то соревнованиям, к какой-то гонке. Всегда что-то новое и новое. Организаторы придумывают, в том числе и мы. Акцентирую, хочу внимание, что треки особенно сложные держались в секрете. То есть местные спортсмены не знали о них. И в одинаковых условиях попадали туда все райдеры абсолютно. Третий день труден нисколько тем, что треки сложнее. Он труден тем, что это третий день. Как правило, он наиболее легкий для спортсменов. Относительно в том смысле, что если бы он был для них первый, тогда они свежи и бодры, когда полны сил. Для них он тяжел чисто физически. Для многих, конечно же, и морально, потому что не все выдерживают напряжение. У нас к третьему дню были участники, которые не смогли выйти на старт по причине того, что физически просто не могли найти в себе силы выйти на старт. Самым крепким отказался класс-про. Из всех заявленных участников смогли выйти 90% на третий день. И все 90% смогли финишировать. В эксперт-классе, который оказался в этом году действительно сложнее, чем в предыдущие годы, из 21 человека, стартовавших, гонку закончили лишь двое. Из классов хобби финишировало примерно 80% стартовавших в третий день. Деляясь своими впечатлениями, многие говорили, что хотели неоднократно передумать по ходу движения трека сойти. Искали причину, но потом находили в себе силы вернуться, собраться и закончить этот трек. Это действительно сильный поступок, это большая сила воли, это то, что называется перебороть себя, победить себя. И на этом все. Эти и другие новости, а также все выпуски программы «Наш день» найдете на сайте stv.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова